Сколько раз надо постучать по арбузу, чтобы понять, созрела ли ягодка. И если зрелость определить таким образом, пусть примерно, но можно, то вот насколько безопасен плод и сколько в нем нитратов, выяснить не так-то просто. Мы и решили выяснить, где приобретать арбузы и дыни. И кто, собственно, определяет качество продукции. На территории городского округа Щелково можно покупать и безопасно приобретать бахчевую продукцию в стационарных сетевых магазинах и на рынке. Значит, точки по реализации сезонной продукции у нас не организованы, не стационарны, не предусмотрены. Это значит, что покупатель весьма сильно рискует, приобретая товар у дороги, например, с фуры или на уличных развалах. Такая торговля не санкционирована. Приобрести качественный и безопасный товар, по словам специалистов, можно только в магазинах и на центральном рынке города Щелково. В этих местах торговли экспертизу проводит служба контроля качества. На центральном рынке работает специалист государственной ветеринарной службы. В отдельном помещении расположена лаборатория для проверки качества продукции, в том числе овощей и бахчевых культур. При поступлении на рынок мы обязательно требуем у поставщика документы сопроводительные. Должны быть следующие документы. Декларация о соответствии, транспортные накладные и сертификат соответствия. Они говорят о происхождении данной продукции, о ее безопасности и о качестве. Дополнительно в лаборатории мы проводим свои испытания. Специальное оборудование для замера нитратов и электролитов используется в лаборатории центрального рынка для выявления допустимой нормы вредных веществ. Максимум 60 миллиграммов на килограмм. В тестируемом арбузе показатели примесей оказались значительно ниже, а это значит, что ягода абсолютно безопасна. Таким образом, по словам специалиста, продукцию на центральном рынке Щелково приобретать вполне безопасно. Во-первых, документы уже подтверждают безопасность продукции, потому что там идут документы из аккредитованной лаборатории с места сбора урожая. Там на все, и на тяжелые металлы, и на нитраты, и на все абсолютно исследованные. И мышь, якорь, ртуть, все показать. И плюс еще второй контроль проводим мы здесь. Но я уж не думаю, что есть смысл ходить со своим бытом прибором, причем у него большая погрешность. В магазинах купить бахчевые также можно. Если возникли сомнения, покупатель имеет право попросить продавца предъявить сертификат и другие документы на товар. В общем, если очень захотелось купить спелый и свежий арбуз, не поленитесь доехать до проверенных мест. И да, не ешьте арбуз до корочки. Там, говорят, самая высокая концентрация нитратов. А в целом наслаждайтесь наступившим сезоном бахчевых. Продолжение следует...